Продолжая выпуск, сотрудники ГИБДД провели в Твери проверку на предмет нарушений правил парковки. Под особое внимание попали нарушения, связанные с размещением автомобилей на местах, предназначенных для инвалидов. Подробнее в нашем видеосюжете. Ежедневно перед автолюбителями возникает проблема. Где найти удобную парковку для своего транспортного средства и, в лучшем случае, бесплатно? Видя свободное место, многие тут же стремятся занять его, совершенно не задумываясь о последствиях. Представьте себя на месте инвалида Колясочникова, для которого любое движение по заваленной снегом улице превращается в тяжелое испытание. Особенно, когда его законное парковочное место занимает другой автомобиль, лишенный опознавательных инвалидных знаков. В таких случаях нередко возникает конфликтная ситуация. Где этот чертов инвалид? Не шуми, я инвалид. Однако, по результатам опроса, большинство жителей Твери все-таки выступают за соблюдение установленных правил. Ставлю обычную машину на разрешенных местах, потому что парковок у нас много в Твери, и места всегда есть. Бывали случаи, что прямо наглядно перед нами ставили, и это обидно, потому что все-таки нужно уважать людей, у которых есть ограниченная возможность в передвижении. Могут еле передвигаться, правильно? Есть специальные, да, для них вот парковочные, вот эти там все обозначенные. Зачем их занимать, когда места именно для них? По закону, на каждой парковке выделяется не менее 10% бесплатных мест для людей с инвалидностью. Но зачастую эти места занимают простые любители бесплатной парковки, забывая, что стоянка в неположенном месте не только затрудняет передвижение лиц с ограниченными возможностями, но и является административным нарушением. Наказание предусмотрено по статье 12.19, часть 2, сумма штрафа 5000 рублей. То есть это нарушение правил остановки стоянки в местах, предназначенных для остановки стоянки для инвалидов. Размеры штрафа действительно заставляют задуматься, стоит ли парковаться в неположенном месте или лучше все-таки оставить машину чуть дальше и пройтись пешком. Ведь понести финансовую ответственность за подобные правонарушения готовы далеко не все. Также рассказали нам и о народном контроле за такими правонарушениями. Неравнодушный гражданин должен зафиксировать указанное административное правонарушение, в том числе посредством фото-видео фиксации, ну, со своего мобильного телефона. И, соответственно, эти файлы приложить с обращением, направить в госавтоинспирт под Тверской область на сайт МВД РФ. Такие меры профилактики действительно позволяют снизить количество любителей парковки в неположенном месте, а также помогают обеспечить доступную среду для людей с ограниченными возможностями. Продолжение следует...